Приветствую вас! Интересный вы задали вопрос. Я бы сказал, дискуссионный. Понимаете, вы правы, и мужчины правы. Вот две жизненные позиции, скажем так, столкнулись. Ничего плохого в том, что лично зарабатывать больше нет. Ничего плохого в том, что мужчина для поведения делает мужские дела тоже нет. Ничего плохого в том, что весь доход делится поровну и люди все делают вместе. Работают, распределяют доходы и покупают себе с опором. В этом нет ничего плохого. И мужчина, по словам, прав. Он за партнерские отношения. Но, во-первых, партнерские отношения вашего мужчины, они с двойным, ну, с двойным стандартами. Мужчина говорит, что все поровну, но при этом своим действиям придают больше значения, чем вашим. Мужчина говорит, что все поровну, но при этом, но при этом, он не хочет разделять обязанности. Если вы больше работаете, а он работает меньше, то почему бы, например, не готовить еду, если у него больше возможностей? Почему, например, не брать какие-то обязанности по уборке по дому, если у него больше времени? И если он за партнерские отношения? И вот, исходя из этого, складывается у меня ощущение, во-первых, что с одной стороны, с одной стороны, у вас неверное представление о партнерстве в отношениях. Ибо партнерство – это не то, чтобы все поровну. Партнерство – это не то, чтобы, знаете, все вместе. Партнерство – это когда каждый делает то, что он может сделать. А ваш мужчина использует партнерство для того, чтобы меньше делать вообще. Это не партнерство. И поэтому его представление о нем несколько искаженно. Продиктовано оно может быть разными факторами, начиная от неверных ценностей и заканчивая каким-нибудь страхом, неуверенностью в себе и прочее. Во-вторых, у вас явно накапливается неудовлетворенность в текущем положении. И здесь я хочу сказать следующее. Вы этого мужчину как-то выбирали. И если вы его как-то выбирали, то, наверное, он когда-то вашим интересам соответствовал. Когда-то вам с ним было хорошо. Стоит подумать, после чего у вас растекли подобные вопросы, подобные сомнения. Ведь не первый раз вы уже, наверное, этими вопросами задаетесь. Возможно, первый раз вы решили их отмучить вот так. Но задаетесь вы этими вопросами, скорее всего, уже не первый раз. А это значит, что вы перестали себя чувствовать удовлетворенно. Вот, и вот важно понять, почему. Если, например, дело в том, что мужчина поменялся, то это одно. Если дело в том, что вы поменялись, это другое. Если дело в том, что ситуация изменилась, и вы, например, вот почувствовали, да, что вот как бы раньше вас устраивала такая позиция. Ну, вроде, вы работаете, и вроде бы все нормально, партнерство, все хорошо, да. То есть, ну, ничего из ряда вон выходящего-то делать не надо. То сейчас ситуация ослаждалась другая. Вы чувствуете, что от вас требуется все больше и больше. Вы не чувствуете себя равной. Вы не чувствуете себя женщиной. Вы чувствуете себя, по сути, мужчиной. И это другой вопрос. Далее, вы говорите, что вы смотрите видео психологическое, где сказано, что женщина должна быть женщиной. И это тоже важный момент. Вот вы видео посмотрели, увидели, какой образ женщины там представлен. И подумали, о, я тоже так хочу. И если это действительно то, что вы хотите, к этому нужно стремиться. Но понять, что ваш муж дать вам этого не может. В силу своих убеждений, в силу своих взглядов, в силу своих ценностей. Он не может вам этого дать. Не потому, что он плохой. А просто потому, что изначально вы его таким приняли. Вот вы не написали, был ли он другим когда-то. Ну, давайте пока за основу, за констанцию возьмем все-таки то, что он всегда был таким. Но вы перестали чувствовать себя удовлетворенно им. И мужчина прав. Он говорит, зачем ты хочешь меня переделать? Тебя здесь все устраивало. Ты знала, какой я. Ты знала, какие у меня ценности. Все это знало. Не надо меня переделывать. И с этой позиции мужчина прав. Слово заключается в том, что обе ваши позиции являются конвергенцией. То есть взаимодополняющими факторами. Понимаете? И нету какого-то фактора, который был бы неправильным и неправильным. В позиции вас обоих. Но вот для вас, для вас, то, что важно. Это на первом месте. И поэтому отвечаю на ваши вопросы. Вот сейчас я их зачитаю. Значит, почему вы говорите... Значит, почему обязаны ли я во все это вкладывать? Нет, не обязаны. Нет, не обязаны. Если вы считаете, что... Знаете, если даже сам вопрос такой властник у вас, обязаны ли я вкладываю, то отвечать на него именно нужно так. Нет, не обязаны. Это не обязаны. Это желание. Если желание вкладывать нет, не вкладывать. Но жизнь в семье по обязанности, по сути как, ну я не знаю, на работе, в коллективе, в какой-то там организации, или там находясь в определенной социальной роли, неверная позиция. И ведет она к неврозу. Правда заключается в том, что сам факт того, что вы задались этим вопросом, уже говорит о том, что вы не хотите. А раз вы не хотите, то и делать этого не нужно. Потому что это не комментирует удовольствие вам, а будет лишь только раздражать, напрягать и так далее. Понимаете? Поэтому нет, не должны вы этого делать, если не хотите. Значит, далее. Вы пишите, значит так, по поводу того, что женщина должна быть женщиной, а не партнером по обеспечению семьи. Если работать, то делать надо на себя. Опять же, это выбор. Это выбор. То есть какая-то женщина считает, что она должна складывать семью. И что она может это сделать, так почему бы и не делать. А мужчина, например, из своих денег дает женщине что-то на себя. Понимаете, все вот так вот организовано. Тут вопрос в том, как организован бюджет, как у людей отношения организованы. Понимаете? То, что у вас сейчас имеется, я имею ввиду, с вашим мужем, это результат того, какие у вас отношения с мужем. Понимаете? И без анализа этих отношений сложно говорить о том, что правильно именно для вас, а что нет. Поймите это, пожалуйста. Вот. Значит, но если я буду брать только на себя, мы лично, мы ничего не добьемся, а так сказал мой муж, что мы все должны вместить, что он такой, как вы и есть, я не делаю из него бизнесмена. У него свои принципы и убеждения. Он хочет, чтобы женщина все выполняла по дому и деньги зарабатывала. Но это его право, право хотеть. И вполне вероятно, что такую женщину он найдет. Ну вот, например, вы такая женщина, отчасти, правда, вам сейчас это не нравится, но точно это деталь. Вот. Может быть он еще найдет другую женщину, если вы от него уйдете. И тогда дело не в том, чего мужчина хочет. Мужчина может хотеть абсолютно чего угодно. Дело в том, чего хотите вы. Понимаете? Это вот куда более важнее. Далее он хочет, значит, и вот раздражаем женщины, которые выбирают, выбирают мужчину по его расстоятельности. Приходят в ярость, говорят, что мужчина должен только пахать. А при разводе женщины наделят имущество, считая его общим. Ну, понимаете, у Джекали действительно свои взгляды. И надо сказать, что эти взгляды отчасти пришли из Европы, отчасти пришли просто из определенного реакционного, так сказать, поведения в ответ на позицию женщин. Все это по большому счету не важно, если вы понимаете, чего вы хотите. Выпить, я не могу ничего позволить себе, личного даже зарабатывая больше. Он скажет, мол, ты себе покупаешь, я тоже хочу. Почему я должен ограничивать себя? Знаете, здесь уже вы как бы сами решаете ориентироваться на желание своего мужчины. И это ваше право. По сути, он не может и не имеет права вас оставлять. Но если вы позволяете им это делать, значит, у вас есть на это основание. И если у вас есть на это основание, то я полагаю, что они упираются либо в ваши отношения, ну, например, в вашу любовь, например, в то, как вы его воспринимаете, либо какие-то ваши собственные личностные качества, может быть, ценности и так далее. И мне кажется, это очень важный момент на самом деле, потому что складывается такое впечатление у меня, по крайней мере, что вы сами себя как будто в ловушку загнали, да, сами себя в определенную ситуацию поставили, а что делать теперь, ну, собственно, не знаете. А делать-то вам, ну, на самом деле, довольно простую вещь. Вам нужно просто ориентироваться больше на свои желания и не делать того, что вам не хочется. То есть, когда хотели бы обратили на себя. Если мужчина говорит, чтобы вы принимали его таким, как он есть, то почему вы не можете рассчитывать на то, чтобы он вас принимал такой, какая вы есть? И из этого как бы плавно вытекает то, что вы имеете полное основание тратить на себя то, что вы заработали. А из того, что останется вкладывать в семью, ну, например, в ваши общие какие-то дела. Если вас его будет не устраивать, ну, пусть он решает, хочет ли он с вами быть или нет. И вы тоже подумайте, хотите ли вы быть с ним или нет. Это вот тоже очень важный момент. Понимаете, то что вы обсуждаете денежные отношения без какого-либо эмоционального факта. Если вы любите, то все это вообще не имеет никакого значения то, что вы пишите, если вы любите друг друга. Если вы друг друга не любите и вас связывает только, например, какие-то выгодные отношения, то это совсем другой вопрос. И вот здесь тогда ситуация такова, что вам нужно руководствоваться полезностью, понимаете? То есть в контексте вот заданного вами тона сообщения можно сделать вывод, что вам не нужно человека менять. Так, вам нужно самой просто действовать так, как вы считаете нужным. И все, если вы, например, переосмыслили свою женскую позицию, то вы совершенно вправе далее и следовать. И ваш мужчина либо примет ее, либо нет, и все. Но вопрос в том, насколько сильное влияние на это все оказывает ваши чувственные, эмоциональные отношения. Понимаете? Этот контекст, он как бы здесь совершенно упускается. И исходя из этого, как вам быть, можно только гадать. Но я думаю, что в рамках вашего вопроса я ответил на ваш вопрос. В том плане, что ориентироваться нужно на себя, а не на кого-либо другого и все. Вот. И не забывайте про конвергенцию ваших позиций. Это очень важно на самом деле. То есть, по сути дела, ваш мужчина прав, и вы правы. По-своему. Просто каждый по-своему прав. И вот весь вопрос в том, примите ли вы его позицию, мужа своего, мужчину. Или вы будете больше внимания, значит, уделять себе. Там это вы считаете правильно. Если вы примите позицию своего мужчины, то вам необходимо знать, для чего вы это делаете. То есть необходимо, чтобы у вас был прямо вот смысл. Соответственно, если вы будете делать это в ущерб себе, или смысл того, что вы делаете, не будет должным образом интегрировать систему ваших ценностей, ну, могут быть у вас серьезные проблемы. Так и тогда, опять. И дроблемы этих, в первую очередь, будут проявляться именно в том, что вы будете чувствовать неудовлетворенность. Ну, по сути, так как это у вас есть сейчас. Так что, решать вам. Я думаю, что отношения с вашим мужчиной, я имею ввиду, в любом случае, в любом случае нуждаются в более тщательном рассмотрении, в частности, в разборе эмоциональной составляющей. Вот. Но, в целом, в целом ситуация именно такова. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите мне в личку, я вам отвечу, помогу. Буду благодарен, если вы оцените мой ответ как лучший при условии, что он вам понравился. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.